Всем моим красоточкам пламенный приветик! Девочки, я надеюсь, что у вас всё хорошо и прекрасно. Сегодня я снимаю видео тоже по запросу на жизненную тему. Запрос звучит так. Как вступать в брак? На что посмотреть? О чём задуматься? И какие нюансы могут возникнуть? Ну, тоже такой запрос жизненный, да? Как вступать в брак? Ну, в первую очередь, девочки, я повторюсь, то, что я сказала в последнем видео, что вступать в брак, естественно, нужно по любви. Ну, это, я думаю, это логично, правильно? То есть, прежде чем вступать в брак, вы должны понять для себя, что тот ли это человек, с которым вы готовы прожить всю свою оставшуюся жизнь до конца? Это самый такой главный вопрос, который вы должны задать себе. Вот именно готовы ли вы пройти жизненный путь с этим человеком? И что действительно, кроме этого человека, вам больше, ну, никто, никто, никто не нужен. Вот. Ну, и по поводу любви, конечно же, да, и как я сказала, нужно вступать в брак по любви. Но не по такому принципу, знаете, как говорится, любовь зла, полюбишь и козла. Ни в коем случае. Полюбите козла, ну, вот и будьте всю жизнь, как говорится, мучиться с этим козлом. Поэтому я считаю, что все-таки вы должны уже до брака обратить внимание на отношение мужчины к вам. То есть, как человек к вам относится. Понимаете, это очень важную роль играет. Потому что ведь многое зависит от нас, женщин, девочки. Поэтому я, например, полностью убеждена в том, что мужчины к нам относятся так, как мы позволяем к себе относиться. Это точно. Ведь мужчины с разными женщинами тоже разные. Так же, как и мы, женщины, с разными мужчинами тоже ведемся по-разному. Понимаете? С кем-то мы, извините меня, становимся стервами, да. А с кем-то мы довольно-таки даже очень, такие, можем быть, мягкие, беленькие, пушистенькие. Это все зависит от мужчины также, от его отношения к вам. Поэтому, если вы хотите, как говорится, прожить браки в любви, в согласии, в уважении друг к другу, к друг другу, то вы должны уже сразу на это обратить внимание. Как человек к вам действительно относится. Понимаете, я уже говорила в одном видео, слова, да, слова. Это нам, конечно, приятно слушать, какие-то приятные признания и так далее. Но я считаю, что, ну я, например, такой человек, я сужу мужчину по его действиям. Поэтому, знаете, бла-бла-бла, это одно дело. А когда человек действительно показывает своим поведением, своими действиями, что он действительно вас любит, что он действительно вас уважает, вас ценит, дорожит вами, это уже другое дело. Поэтому я считаю, что слова должны подтверждаться обязательно действиями. Поэтому вы должны на это обратить внимание, конечно же, до брака. Вот. Ну и еще один аспект такой, может, кому-то покажется смешной, да, на что обратить внимание, да, на что посмотреть. Недаром же говорят, да, хочешь хорошенько узнать человека, напои его. И как бы не смешно это звучало, но это действительно так, девочки. Поэтому вы должны обратить внимание обязательно с самого начала. Какой человек действительно в той ситуации, когда он, например, выпивает. Я не скажу, что я, например, против людей, которые выпивают. Я считаю, что если человек может пить, если человек контролирует себя, поэтому здесь в этом ничего такого плохого нет. Все мы выпиваем, да, на праздники, на дни рождения какие-то, на встречи с друзьями и так далее. Это нормально. Здесь, во Франции, это вообще нормально. У них вообще каждый вечер они берут аперитив, то есть перед ужином, например. Это нормально, допустим, выпить что-то из спиртного там в компании и так далее. Вот. Ну, я имею в виду вот, что когда говорю, что хотите узнать человека хорошенько, напоите его в том смысле, чтобы потом для вас не было каким-то неприятным сюрпризом. Понимаете? Очень часто такое бывало, я помню в России, что люди, ну, именно мужчины, в трезвом состоянии это один человек, но как только человек выпьет, это совершенно другой человек. То есть человек кардинально меняется, я не знаю, что в него вселяется, но человек может быть очень агрессивным, человек может быть очень жестоким, человек не контролирует себя и так далее. Поэтому это очень серьезно вообще-то, вот именно обратить внимание на этот аспект, как человек себя ведет именно вот, когда находится в выпившем состоянии. Поэтому на это нужно обязательно обратить внимание. Дальше. Что еще могу сказать? Ну, естественно, конечно же, нужно хорошо друг друга узнать. Я считаю, что перед вступлением в брак нужно время. Я считаю, что нельзя спешить с таким решением. Понимаете, я, например, к браку отношусь очень серьезно. Это такой вот именно серьезный шаг, да. Действительно, понимаете, многие вступают в брак вот так вот. Ну, не серьезно подходят к этому. Лишь бы пойти, расписаться, а потом не важно, что там будет, развестись и так далее. Дети рождаются, да. Конечно же, для меня брак — это, ну, действительно, когда ты действительно понимаешь, что это твой человек, ты с ним готов прожить всю жизнь. И чтобы действительно брак один был раз и навсегда, да. Ну, к сожалению, ну, не всегда так получается в жизни, да. Есть, конечно, такие пары, которые живут всю жизнь в одном браке, в любви, согласии. Я вот как раз говорила об этом примере в своем последнем видео. Кто не видел, посмотрите. Вот. И нужно очень-очень ответственно подойти к этому шагу. Нужно взвесить все за и против. Нужно хорошенько узнать своего партнера. Нужно встречаться, нужно познавать друг друга. И еще я вот что хочу сказать, девочки. Вы знаете, я, например, такой человек, я не против гражданских браков. Я не вижу ничего плохого в том, что, если, допустим, вы поживете со своим мужчиной до брака какое-то время, чтобы действительно посмотреть и обратить внимание на вашу совместную жизнь под одной крышей. То есть именно вот эта вот бытовая жизнь. Потому что, понимаете, одно слово «встречаться», да, когда происходит весь этот, знаете, цветочно-букетный роман, вот этот период, да. И другое дело, жить вместе под одной крышей, вот именно в бытовой жизни, это совершенно другое. Поэтому, чтобы потом, вот знаете, не было таких каких-то неприятных сюрпризов, лучше, конечно же, пожить вместе, посмотреть, действительно вы уживаетесь, действительно ли вы можете нормально вести ваше домашнее хозяйство, быт ваш. Также вы можете, конечно же, живя вместе, сделать какие-то выводы, например, да, как человек ведет себя в бытовой жизни, помогает ли он вам, понимаете. Ведь есть такие мужчины, которые, понимаете, считают, что женщина, да, вот если она выходит замуж, всё, она должна быть и, извините меня, и домохозяйкой, она должна быть и прачкой, и уборщицей, и поварихой, и так далее. То есть, что весь дом должен держаться только на ней. Плюс ещё, допустим, дети, да, когда рождаются. А он, например, ну, он считает, что для него достаточно зарабатывать деньги, приносить, кидать эти деньги на стол и всё. Это, конечно, не так. Ну, с моей точки зрения, это моё мнение. Я считаю, что даже если женщина на данный момент не работает и занимается ребёнком, это уже работа, понимаете. Ребёнок и все эти домашние дела и так далее. И поэтому мужчина, он, конечно, если действительно он вас любит и уважает и ценит, он будет принимать участие в этом, он будет помогать вам и с ребёнком, и с домашним хозяйством, с той даже уборкой и так далее. Поэтому, конечно же, нужно на это всё обратить внимание, потому что вам жить с этим мужчиной, понимаете. Вот. Ну, что ещё можно сказать? На что посмотреть, да? Ну, вот как раз таки я, о чём я и сказала, на что посмотреть, вот именно на... Именно вот на мужчину посмотреть вот в этой обстановке, в этой бытовой ситуации. То есть, ну, мало ли, может быть, у него какие-то привычки там неприятные, которые могут вас раздражать. Допустим, он храпит, например, да. Ну, вот я такой человек, я не могу, когда кто-то рядом храпит, вот клянусь вам. Я, во-первых, не могу нормально спать, я не высыпаюсь и так далее. Поэтому, мало ли, какие могут возникнуть такие вот нюансы, да, которые, ну, возможно, вам не нравятся, или, допустим, ему не понравится что-то с вашей стороны и так далее. Поэтому я считаю, что всё-таки гражданский брак, брак, вот, он даёт понять вас лучше, то есть друг друга, именно в совместной бытовой жизни, под одной крышей. О чём задуматься, да? Ну, о чём задуматься? Ну, естественно, нужно задуматься о том, что действительно, действительно ли это тот человек, с которым вы готовы вступить в брак, связать себя узами семейными, и с которым вы хотите прожить всю свою жизнь до конца. Вот об этом, конечно, нужно же задуматься. Ведь это ваша жизнь, понимаете? И сколько таких браков, да, вот я говорила уже, когда люди живут и, ну, с другой стороны, понимают, что вроде не так всё гладко, но живут. И не могут поменять ничего в своей жизни по каким-то определённым причинам, да. А жизнь проходит, понимаете, и годы идут. И всё-таки я считаю, что в браке жизнь должна быть не облуза какой-то, а вот именно жизнь должна быть всё-таки счастливой, понимаете? Чтобы этот брак приносил вам действительно счастье с этим человеком, а не какие-то, допустим, вынужденные какие-то ситуации. Вот. Ну, что ещё могу сказать? В принципе, я вкратце изложила свои мысли. Ну, вот как бы так. Поэтому, девочки, конечно же, вы знаете, я вот ведь сказала в прошлом видео, мы сами делаем свою судьбу. И мы сами связываем себя с теми людьми, с которыми связываем. Ведь нас никто не заставляет, понимаете, выбирать того или иного мужчину. Поэтому всё зависит от вас, девочки. Какого мужчину вы хотите для себя, при желании такого вы и получите, понимаете? Жить по принципу, знаете, многие живут по принципу, «Ой, лишь бы выйти замуж», допустим, годы уже поджимают, да, и люди боятся почему-то чужого мнения, мнения окружающих. А что люди скажут? Да плевать, что люди скажут. «Господи, это ваша жизнь, понимаете?» Вы не обязаны никому ничего доказывать. И вы сами должны строить свою жизнь и выбирать для себя партнёра, который полностью подходит, ну не знаю, по вашим критериям. Вот. Поэтому, девочки, ещё раз хочу повториться, что всегда серьёзно к этому подходите. всё-таки брак — это очень такая ответственная сторона, потому что, понимаете, когда люди вступают в брак, они берут на себя определённые уже обязанности. И поэтому, не знаю, решать вам. Решать вам — это ваша жизнь. И поэтому я считаю, что то, что вы хотите увидеть в своём именно браке, вы должны это уже заранее подметить, ну вот, возможно, живя вместе под одной крышей. Вот. Вы знаете, я вот, кстати, хочу что сказать. Вот, например, здесь во Франции живя, да, вот, вы знаете, здесь люди абсолютно нормально к этому относятся, к гражданскому браку. У нас в России тут какой-то менталитет такой, вот, не хочу никого обидеть, да, но такой вот, не знаю, какой-то средневековый, вот, люди думают, а, вот, это ненормально жить в гражданском браке, это сожительство, люди что скажут, и так далее. Ну, не знаю, вот здесь, например, большинство людей живут в гражданском браке, понимаете? Они даже заводят детей в этом браке гражданском. Но они, понимаете, вот именно по истечению времени, они когда понимают, что действительно это тот человек, да, с которым они хотят прожить всю свою жизнь, они уже уверены в этом человеке, они уже друг друга хорошо узнали, и потом через какое-то время они уже вступают в официальные отношения, то есть они справляют марьяж, то есть свадьбу. Вот. И я в этом абсолютно ничего плохого не вижу, понимаете? Лучше уж действительно пожить вместе, уже сделать какие-то выводы и понять для себя, что действительно вы друг друга любите, вы счастливы в вашем совместном проживании, и потом уже спокойно оформить отношения. Чем, извините меня, знаете, как многие у нас вступают в брак, да, хорошенько не обдумывая, хорошенько друг друга не узнают, потом в браке там уже начинаются проявляться какие-то такие неприятные сюрпризы, да, потом люди разводятся, разбегаются, я не знаю, тут рождаются дети уже, отсюда происходит безотцовщина, неполноценные семьи и так далее. Поэтому вот такое мое мнение. Ну все, мои девчонечки, я надеюсь, что вам было со мной интересно, всех целую, и, конечно же, до скорых-скорых встреч. Чао!